В сенах Московского института культуры финальный день работы международного конгресса. Педагоги разных стран обсуждают гуманитарное сотрудничество. Десятки докладов российских и китайских ректоров о том, как сделать партнерство в сфере культурного образования более перспективным. Результат работы встречи – принятая на полях конгресса новая резолюция. Сегодня, когда все выступали, каждый представлял свою территорию, свои направления деятельности. А резолюция и вообще наша совместная деятельность позволяет объединить это все в единый комплекс мероприятий, которые способствуют установлению дружбы и взаимоположения. В этом году только в Московский институт культуры поступило 52 китайских студента. Из 231 иностранного абитуриента вуза 30% – это те, кто приехал учиться из Поднебесной. Принимать педагогические практики в Китай едут и наши преподаватели, и студенты. Я надеюсь, что в будущем все больше и больше молодых людей будут интересоваться российско-китайским гуманитарным сотрудничеством, играть роль в двухстороннем сотрудничестве и развитии в сфере культуры. Таким образом, они смогут лучше понять друг друга, понять историю, культуру, искусство друг друга и углубить наше сотрудничество на всех этапах и всех форматах взаимодействия. Международный конгресс вырос из симпозиума. В 2007 году его провели также в стенах Московского института культуры. Сегодня площадка открыта не только для представителей российско-китайских вузов. В этом году гостями стали представители университетов культуры и искусства стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, одна из самых больших делегаций из Сенегала. Мы посетили вчера пленарное заседание Конгресса и остались очень довольны представленными докладами. И мы помним, что на втором российско-африканском саммите ваш президент Владимир Владимирович Путин сказал золотые слова о том, что именно через культуру развивается гуманитарное сотрудничество и формируется многополярный мир, в котором есть только культурные связи, культурное сотрудничество и нет места никаким негативным проявлениям. 150 участников и насыщенная программа из культурных и научных мероприятий. Результатом работы четырехдневного Конгресса стал подписанный меморандум, благодаря которому международные сообщества разных вузов культуры и искусства станут еще ближе. Олег Тюрин, Вильфрид Зимковский, Новости, Химкетова.